Добрый вечер! В прямом эфире программа Телемикс Новости в студии Екатерина Рехтина. Смотрите сегодня выпуски. День защиты детей. Губернатор встретился с сиротами города. Шалость удалась мальчишкам и девчонкам. Позволили всё на площади 1 июня. День рождения ЛРЗ. Праздник завода и детворы отметили в один день. Самый большой в крае гипермаркет ДНС официально открылся в Уссурийске. Без горячей воды на месяцы в городе ремонтируют теплотрассу. Пристегни ребёнка. Инспекторы ГИБДД проверяют, как взрослые перевозят маленьких пассажиров. Научиться управлять автомобилем, чтобы сдать на права, это легко. Но мне важнее научить человека не рисковать. Знаете, что больше всего уносит жизни? Обгон по встречке. Если у вас ребёнок в машине, нет ни одной причины рисковать его жизнью и выезжать на встречную полосу. Губернатор Приморского края Олег Кожемяка посетил Уссурийск с рабочим визитом. Глава региона навестил Центр содействия семейному устройству детей-сирот, поздравил воспитанников, подарил подарки. Побывал и на праздновании Дня защиты детей на Центральной площади. А глава администрации Евгений Корж приготовил к празднику большой подарок. Подробности далее. Глава региона Олег Кожемяка 1 июня отметил в Уссурийске. В первую очередь губернатор вместе с главой администрации Евгением Коржом навестили воспитанников Центра содействия семейному устройству детей-сирот. Ребята к встрече подготовились и своими руками налепили домашних вареников. Гости с удовольствием отведали блюда. С кого больше нет? С какой-то шикарный. С картошкой 5 баллов, ребята, молодцы. Для Олега Николаевича организовали настоящую экскурсию по учреждению. Губернатор внимательно осмотрел помещение, где живут дети, а в зоне отдыха гости уже ждали воспитанники, чтобы поиграть в эки-воки. Глава Приморского края, не раздумывая, принял вызов. Когда человек недоволен? Злится? Злость. Недоволен? Недовольство. Отец не списывается в книге. Дайте жалобную книгу. Затем Олег Кожемяка пообщался с юными футболистами, которые только прилетели из Сочи. Там дети участвовали в финале 15-х открытых всероссийских соревнований. Будущее зависит от тебя. Наша команда показала хорошие результаты среди команд детских домов и школ-интернатов. Мальчишки стали бронзовыми призерами турнира. Вот этот ваш подарок, День защиты детей, он самый ценный и самый важный. Поехали, выступили достойно, победили. И приехали там, с чем я вас откровенно поздравляю. И с праздником. Во дворе гостей ждал танцевальный коллектив воспитанников центра. Дети задорно продемонстрировали свое творчество. На прощание Олег Николаевич еще раз всех поздравил с праздником и вручил подарки. Спортивный инвентарь детей пополнился футбольными и волейбольными мячами, палатками, надувными матрасами и большим бассейном. Ну и мы со своей стороны, безусловно, будем делать все, чтобы ваше беззаботное детство, радостное детство продолжалось. Чтобы вход во взрослую жизнь был плавным, постепенным. А это время было одним из самых ярких впечатлений. Поэтому вас с праздником, с днём лета, с днём защиты детей. Всем, чтобы у вас было чем заниматься. Затем гости отправились на центральную площадь, где праздник был в самом разгаре. Глава региона пообщался с уссурийскими мастерами. Мыло, кукол, статуэтки, сделанные своими руками, дарили губернатору рукодельники. На пленэре у фонтана учащиеся детской школы искусств вручили главам их портреты. Очень молодые вы. Спасибо большое. Очень жизнерадостные. Мы еще не старые. Подписывай. Детская школа искусств. Со сцены Евгений Корш сделал важное заявление. С 1 июля дети спортивных федераций до 18 лет смогут посещать футбольные поля, ледовую арену и бассейн бесплатно. Олег Кожемяка поддержал главу администрации и поздравил уссурийцев. Город Уссурийск первый перешел на призыв президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который рекомендовал главам муниципальных образований сделать детский спорт бесплатно. Поэтому я от всех души поздравляю всех, кто занимается спортом, всех, кто тренируется. Поздравляю всех жителей Уссурийска с этим прекрасным подарком. Для наших детей будет бесплатно. Пусть занимаются спортом с дворов в наши залы. Будем еще больше делать и стадионов, и залов, чтобы наши дети занимались. Мы сейчас доделываем вторую ледовую арену. Я с губернатором переговорил. И в принципе есть желание построить еще новый бассейн. Я думаю, что мы сейчас будем проектировать. И дай бог, может, на 20-й год выйдем и на стройку. Ну, развивать будем. Программа рассчитана пока на год. Но в планах сделать оплату детского спорта из муниципального бюджета на постоянной основе. Марина Роман, Алексей Шаповалов, Телемикс. Победители конкурса «Юный правовед» получили путевки во Всероссийский детский центр «Океан». Школьники из Уссурийска приняли участие в испытании, которое организовала Генеральная прокуратура России. Дети в возрасте от 12 до 17 лет предоставили портфолио и сочинение на тему «Твори закон на благо общества». В нашем городе определились четыре победителя. За свои труды двое школьников из 29-й гимназии получили путевки во Всероссийский детский центр «Океан». Городской прокурор Тимур Кушнарев наградил детей на центральной площади города. Алина Ахмеева и Валерий Удовиченко попадут в профильную смену «Юный правовед». Там школьники получат практические знания в сфере юриспруденции. Генеральной прокуратурой впервые проводится такой конкурс. Здесь было подписано соглашение с «Океан» и в настоящее время дети будут отправлены туда на отдых, на продуктивный отдых. И смена будет действительно правовая. Все лучшее детям. Центральную площадь Уссурийска в день защиты детей отдали самым маленьким горожанам. Шалости, игры, танцы, озорство. Разрешалось все и даже больше. Ну а что такое детство, мы попытались разузнать у главных героев праздника. День защиты детей в этом году в Уссурийске отмечается ярче обычного. Центральная площадь наполнена не только счастливыми детскими лицами, но и теми, кто вырос, но очень хочет прикоснуться к детству. В этом году мы задействовали все автоклубы города, чтобы детки оставили какие-то жизненные моменты на машинах. Легко это будет отмыть? Да, очень. А долго красили? Ну, где-то час. Что такое детство? Детство – это когда все рисуют и веселятся. Это когда все люди и гляньте, и хорошо. Детство – это целый дом, знания хранятся в нем. Детство – это жизнь ребенка, которая радует его и дает ему руки. А ты сегодня радуешься? Да. Это лучшие моменты жизни. Детство – это любовь. А скажите, пожалуйста, что такое детство? Детство – это радость. Игры какие-то, прыгать, танцевать, беситься. Радоваться жизни, не заморачиваться ни о чем. Жизнь для детей, так сказать, в шоколаде. Скажи, пожалуйста, а что такое детство? Детство – это когда? Солокол, бам, раскачаем. Я забыл. Детство – это та пора, которую мы проводим с весельем. Сейчас ты в детстве или уже взрослый? В среднем. В детстве, когда ты можешь бегать по школе, тебе никто ничего не скажет. А ты еще можешь бегать по школе или уже стесняешься? Когда как. То есть ты еще в детстве, да? Можно сказать, да. Что такое детство? Детство – это радость, веселье, озорство, шаловство. Вы сегодня погрузились в детство? Ой, с ног до головы. Детство – это счастье. Парад колясок проследовал по проспекту Блюхера. Сразу два праздника отметили семьи работников Уссурийского локомотиворемонтного завода. 124-летие предприятия и День защиты детей. Продолжился карнавал на территории Умцехов. Оконулась в атмосферу торжества и Тамара Илюхина. Для многих семей день рождения завода – уже семейный праздник. В Уссурийске есть целые династии работников ЛРЗ. Организация совместила два торжественных события – 124-ю годовщину предприятия и День защиты детей. В этот раз было решено провести парад колясок. В этом году заводу 124 мы решили немножко по-другому провести этот праздник. Мы организовали торжественное шествие локомотивчиков. Видите, наверное, что у нас сделали родители, потрудились. Делали локомотивы из велосипедиков. И детки приняли участие в шествии. Участники украшали коляски всем семейством. Машинисту Егорке годик. Его паровоз из поролона, обшитого тканью. У нас велосипед-коляска. Мы всю ночь трудились и изобрели вот такое искусство. Это у нас паровозик. А в кабине паровозика находится машинист. Это мой внучок Егорка. К шествию участники присоединялись охотно. Даже если узнавали в последний момент. Назару год и шесть. Он в роли морячка. Мы вчера узнали уже ближе к вечеру, что будет происходить такое мероприятие. И готовились буквально из подручных средств. Вот, поэтому, ну, как бы такой миленький, но маленький. Ну, ничего, поучаствуем. Первый раз участвую. Участники прошли по проспекту Блюхера от вечного огня и свернули на площадку между инструментальным и электромашинным цехами. Здесь и фотозоны, и аквагрим, уличные игры с инвентарем, рисунки на асфальте и другие интерактивные площадки. Больше всего привлекает внимание настоящий пульт машиниста-тепловоза. Кнопки имитируют звуки и светятся. Дети очень любят все потрогать руками, через руки у них все доходит. Поэтому решили сделать пульт такой, как в кабине машиниста, его озвучили. На стене красуется 123 локомотива с прошлогоднего праздника. В квесте лабиринт игрокам нужно отыскать 124-й паровозик. Даже взрослых заняла эта игра. Организаторы рады такому отклику и ждут новых идей на следующий год. Стараемся всегда поддержать любую инициативу и молодежи, и работников завода. Поэтому с удовольствием приняли свое финансовое, скажем так, участие. Победителей конкурса «Парада колясок» наградили подарочными сертификатами. Все участники праздника получили кепки и сладкие призы. На следующий год ЛРЗ приготовит более масштабное торжество. Ведь завод будет праздновать 125-й юбилей. Тамара Илюхина, Роман Адонин, Телемикс. День защиты детей отметили во многих дворах Уссурийска. Управляющая компания «Уютный мир» в подопечных домах устроила настоящий праздник для ребятни. Мы побывали по адресу Чичерина, 124. Счастья много не бывает. День защиты детей отметили во дворах Уссурийска. Где-то праздники устраивали сами жильцы за свой счет. А кому-то повезло с управляющей компанией. Уютный мир во всех своих дворах устроил настоящие вечеринки. На Новый год елочки нам все поставили. Сейчас вот устроили нам праздник детишкам на 1 июня. Все радостные, все счастливые. Всем хорошо. Объявления всем дали. Приходите, приглашение было всем. С каждой минутой ребятни становилось все больше. Присоединялись дети и из других дворов. Любимые персонажи, громкая музыка, конкурсы и, конечно, призы. Такой праздник на Чичерина, 124 запомнят надолго. Мне понравился, потому что он веселый. И как мои любимые персонажи. Призы получать за всякие конкурсы. И играть очень весело. Управляющая компания «Уютный мир» провела праздники и по другим адресам. На выгодной 4 и 12, крестьянской 179, зеленского 34, плантационной 9 и на строительной 5В. И везде в этот день звучал детский смех. С июня в жизни россиян наступили изменения. Роуминг внутри страны окончательно отменили. Раньше в поездках по России жителям приходилось оплачивать входящие звонки. При посещении другого региона цены значительно увеличивались. Больше такого не будет. С первого дня лета стало возможным делать совместные завещания и заключения наследственных договоров. Специалисты считают, что эти изменения уменьшат количество споров по наследству. Можно указать, в какой очередности кому и какое имущество будет переходить. То есть супруги смогут составить одно завещание от двоих. А также заключить наследственный договор. В этом документе указывают условия, при которых можно получить наследство. Например, чтобы стать владельцем квартиры, наследник должен будет содержать детей умершего. Теперь споры по ОСАГО будут рассматриваться финансовым омбудсменом до подачи иска в суд. Если страховая компания и автомобилист не нашли решение, то вместо обращения в орган правосудия разрешать спор будет финансовый уполномоченный в сфере страхования. Для автомобилистов с 1 июня появилось еще одно нововведение. Например, правило тюнинга. Теперь в ГИБДД необходимо оформлять изменения в конструкции машины. Например, нештатная резина на красивых дисках, установка фаркопов, газовых баллонов. При обращении в госавтоинспекцию необходимо предоставить результаты технической экспертизы. Отказать в тюнинге могут, если масса транспорта окажется выше разрешенной, или будет уничтожен идентификационный номер. Порядок предоставления льгот в Приморье на оплату ЖКХ тоже поменяется с июня. Изменения связаны с большим количеством обращений жителей и общественных организаций. Льготники станут получать средства после оплаты квитанций, а не заранее. Сейчас по такому принципу выплаты получают многодетные семьи, педагоги и медработники сельской местности, дети войны. В таком же порядке деньги будут получать инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны труда, труженики тыла и другие федеральные и краевые льготники. Окончательно перейти на новый порядок в социальном ведомстве рассчитывают за два месяца. А по-новому теперь можно оплачивать и налоги через банкоматы и телефоны. По приказу ФНС на уведомлениях разместят QR-код для оплаты через банковские терминалы или мобильные приложения. Так что теперь заплатить налоги и спать спокойнее станет проще. Впереди короткая реклама. Оставайтесь с нами. После вы увидите. Самый большой в крае гипермаркет ДНС официально открылся в Уссурийске. Без горячей воды на месяце в городе ремонтируют теплотрассу. Пристегни ребенка. Инспекторы ГИБДД проверяют, как взрослые перевозят маленьких пассажиров. Вы смотрите итоговый выпуск программы Телемикс Новости. Продолжаем. Самый большой в Приморском крае магазин ДНС Гипер официально открыл свои двери для жителей города. В этот день для покупателей приготовились сюрпризы и акции. Подробности в нашем сюжете. И снова открытие. На этот раз горячее. Магазин ДНС Гипер распахнул свои двери. Только теперь официально, по всем правилам. С акциями и подарками. Первые довольные покупатели уже есть. У нас два дня назад у ребенка полетел ноутбук. А так как у него сейчас экзамены, ему надо срочно делать работы. И мы поэтому поехали в новый магазин. Причем, в общем-то, остались очень довольны. Потому что магазин большой. Огромный выбор. Действительно, в магазине огромный выбор. Как садовод, так и геймер найдут в торговых залах товары на свой вкус. Тут есть кухонная утварь, компьютеры, телевизоры, инструменты для дома и сада. А также множество техники, которая обязательно пригодится в хозяйстве. Чуть больше, чем за две недели, что мы работаем после холодного открытия с 15 мая. Магазин показывает хорошие результаты. И самое, что для нас главное, то что люди довольны. Люди подходят, говорят, что магазин красивый, светлый, очень всем нравится. Все довольные ребята, которые у нас работают, стараются обслуживать максимально качественно, чтобы люди уходили довольными и приходили к нам обратно. Максимальный уклон на клиента. Вот основная политика сотрудников гипермаркета. В течение длительного времени тут будут действовать скидки на товары с желтыми ценниками. А при покупках бонусы на карту. В день открытия не забыли и о детях. Для малышей устроили праздник. Вот так в ДНС Гипер каждый от мала до велика найдет то, что ему нужно. А вот сейчас. И лапаем, и лапаем. Елена Карпенко, Антон Войцеховский, Телемикс. В Уссурийске модернизируют систему отопления. В этом сезоне ожидается закрытие еще одной котельной. В центре города мощности переключают на самую крупную, пятую. На продолжительном участке теплотрассы идет замена труб, что привело к отключению горячей воды в городе. С подробностями Ольга Муравьева. На улице Целинная становится понятно, почему часть Уссурийска осталась на лето без горячей воды. Этот путь ведет на пятую котельную, самую крупную в городе. Здесь идет замена труб. Делаем опоры, будет новая труба идти для водоснабжения ГГВС и отопления на город. Меняем, увеличиваем диаметр. Поэтому сейчас пока без воды город. По плану работы завершат в конце сентября. Но уже сейчас обновление идет с опережением графика. На месте старых труб, которые служили не одно десятилетие, специалисты укладывают новые. Главная отличительная особенность – больше диаметр. Вместо 63 сантиметров теперь будет 72. Новые трубы дадут возможность увеличить объем подаваемой горячей воды. На сегодняшний день 440 домов Уссурийска получают тепло именно от пятой котельной. После завершения всех этих работ добавится еще 30 зданий. И это только второй этап всех преобразований. Модернизация теплотрассы началась еще в прошлом году. Тогда заменили 230 метров труб. На этот сезон в плане километр обновленной теплотрассы. В 2020-м реконструкцию продолжат. Поменяют более двух километров. Работы ведутся в рамках инвестиционной программы. Главная цель которой – укрупнить пятую котельную и закрыть мелкие кочегарки. Это должно существенно улучшить экологическую обстановку в городе. У нас кроме этой тепловой сети еще существует ряд позиций, которые мы притворяем в жизнь. Это, как я уже заметил, закрытие 29-й котельной. Это еще будет нам предстоит этим летом проложить порядка двух километров теплотрассы. От 63-й более до 29-й котельной для обеспечения нагрузки. Далее, уже на следующий год, это будет 15-я котельная. И это одна из крупных задач. Предприятие «Тепловые сети» решает и текущие задачи. Часть котельных, которые продолжат работу, уже подготовлены к новому отопительному сезону. Причем в нескольких – это 13-я, 24-я, 27-я, 40-я и 66-я – тоже прошла мощная перестройка. Оборудование полностью готово к приему природного газа. Дело осталось за поставщиком топлива. Ольга Муравьева, Роман Адонин, Телемикс. Сотрудники ДПС провели рейд, где проверили, как перевозятся маленькие пассажиры. Полицейские выявили и наказали родителей, которые не заботятся о безопасности своих детей. С экипажем ГИБДД выехала и наша съемочная группа. Статистика ДТП в Уссурийске настораживает. Аварий в пять раз больше, чем в 2018-м за этот же период. И без участия детей, к сожалению, не обходится. Травм среди несовершеннолетних было бы куда меньше, если родители не забывали пристегивать маленьких пассажиров ремнями безопасности. Сотрудники ГИБДД вышли в очередной рейд, где проверили правильность перевозки малышей. Детей до 7 лет надо перевозить в специальных удерживающих устройствах. Ребенку в автокресле достаточно удобно и, самое главное, безопасно. Родители порой пренебрегают правилами перевозки, что приводит к плохим последствиям. Вы же понимаете, что, не дай бог, снимали ситуацию, не было бы удаваться. За четыре последних месяца в Уссурийске погибли два ребенка. 80 детей получили травмы разной степени тяжести. По статистике, правильное применение удерживающих устройств вдвое снижает риск смерти и повреждений. За неправильную перевозку детей родителям грозит административный штраф в 3000 рублей. Но некоторых родителей такая сумма не пугает. Как не страшит и риск получения травм ребенком в случае ДТП. Сотрудники полиции в ходе рейда выявили непредусмотрительных родителей. Ребенок до 7 лет должен перевозиться на заднем сидении машины в автолюльке. Дети до 12 лет могут ездить на переднем, но тоже в специальном кресле. Устройство должно соответствовать весу и росту юного пассажира. Молодец. Только вот сюда вот надо лямки. Рейды по перевозке маленьких пассажиров инспекторы ГИБДД проводят регулярно. Если некоторые родители не заботятся о безопасности своего чада, это будут делать сотрудники ДПС. Илья Аманатов, Антон Вайцеховский, Телемикс. Начало лета в городе ожидается пасмурным, но теплым. На этой неделе дождливые дни будут чередоваться со спокойными и облачными. Во вторник город накроет небольшой дождь. Осадки будут периодически прекращаться и начинаться вновь в течение дня. Воздух прогреется до плюс 20 градусов. Среда солнечная и теплая до плюс 25. Дожди вновь могут вернуться в Уссурийск уже в четверг. Также пасмурными и с небольшими осадками синоптики прогнозируют пятницу и выходные. В субботу и воскресенье температура воздуха составит плюс 20, плюс 22 градуса. Ночи в течение недели будут прохладными. Около 10-12 со знаком плюс. На этом пока все. В студии работала Екатерина Ревтина. Сюжеты смотрите также на нашем сайте телемикс.тв и в профиле сети Инстаграм. До встречи на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok